Друзья, всех приветствую на канале PowerDevice. Это видео будет посвящено оптимизации Realme UI. В целом, мои действия будут направлены на улучшение производительности ваших смартфонов, а также мы затронем снижение потребления энергии. То есть, проделав все эти действия, друзья, вы улучшите производительность ваших смартфонов, а также оптимизируете потребление батареи. Я буду показывать все это вам на примере смартфона Realme GT Neo 2. В данный момент он работает на 11-ом андроиде под управлением оболочки Realme UI 2.0. К слову, скажу, что на Realme UI 3.0 особых отличий не будет, поэтому данная оптимизация подойдет и для той оболочки. Итак, друзья, первое, что нам нужно сделать, это зайти в настройки, дополнительные настройки, диспетчер процессов. Эту настройку можно назвать скрытой, так как она находится далеко и на нее нет отдельного ярлыка. Здесь мы видим все сторонние приложения, висящие в нашем фоне, а также системные приложения. Обратите внимание, если мы зайдем в меню фоновых приложений, то вот у меня лично тут висит всего несколько приложений. А диспетчер процессов отображает нам достаточно много приложений, и все эти приложения расходуют ресурсы вашего смартфона. Также скажу, что даже после каких-то очисток, многие из этих приложений снова появляются в диспетчере процессов. Сейчас мы с ними разберемся. Здесь вы можете нажать вот на эту вкладку и завершить все процессы. Но, к примеру, приложением ВК я пользуюсь и жду от него уведомления. Этот процесс я закрывать не буду. А вот, к примеру, приложениями Music или Facebook я пользуюсь редко, и я не жду от них никаких уведомлений. Нажимаю напротив них на две точки. Здесь вы можете завершить процесс отдельно, либо заморозить его. Я его заморожу. Не волнуйтесь, друзья, если вы заморозите этот процесс, то после открытия приложения оно размораживается. Дальше я покажу вам, как сделать так, чтобы оно вообще не размораживалось, если нам это нужно. В общем, посмотрите, какими приложениями вы не пользуетесь, и заморозьте их. Это очень важно, потому как каждое приложение болтается в фоне и использует ресурсы телефона. Теперь выходим из этого пункта и зайдем на вкладку «Батарея». Здесь справа мы можем видеть примерное время, сколько еще проработает наш смартфон. Если, к примеру, включить режим энергосбережения, то это время повысится. Но, друзья, режим энергосбережения особо не разбирается в ваших приложениях, и он может ограничивать важные для вас процессы. Поэтому лучше все это настраивать вручную. Так гораздо эффективней. Давайте пройдем вот сюда чуть ниже, зайдем в управление расходом заряда батареи. Здесь также очень важно найти те приложения, которыми вы практически не пользуетесь, и от которых вы не ждете уведомлений. К примеру, блокировка экрана. Как видите, у нее включена галочка «Разрешить приоритетное выполнение». Но этому приложению приоритетное выполнение не нужно. Можно ее смело отключить. Также, к примеру, приложение «Диск». Отключаем эту галочку. Дальше, друзья, посмотрите, даже на каком-то калькуляторе стоит разрешение приоритетного выполнения. Конечно же, нужно его снять. То же самое в клонировании телефона. Все это нам не нужно. К примеру, также я нашел игру PUBG, в которую я играю. У нее также стоит приоритетное выполнение. Эту галочку можно смело снимать. Не волнуйтесь, ничего с игрой не произойдет. Когда вы ее откроете, приоритетное выполнение включится снова. Когда вы ее закроете, оно выключится. Но теперь, когда игра закрыта, она не будет поджирать ресурсы телефона. Пока я заговорил про игры, к слову добавлю, что я сейчас тестирую новый игровой помощник. Он подходит для Realme GT Neo 2. Это новое приложение из Realme UI 3.0. Если хотите, могу снять отдельное видео по установке. Пишите об этом в комментариях. Итак, с расходом заряда батареи приложениями мы разобрались. Идем дальше в другие настройки батареи. Здесь нас интересует вкладка «Быстрое замораживание приложений». Немного ранее в диспетчере задач мы видели приложения, которые болтаются в фоне. Но при этом они даже не были вот здесь, в запущенных приложениях. Так вот, друзья, здесь нужно снова пройтись по всем приложениям и посмотреть, найти те, которыми вы не пользуетесь и от которых не ждете уведомления. Активируем галочки на тех приложениях, которые нам не нужны в фоне. По большому счету посмотрите. Я активировал галочки практически на всех приложениях. После того, как мы настроили заморозку приложений, выходим на рабочий стол. Далее, друзья, давайте зайдем в диспетчер телефона. Нажмем вот на эту шестеренку. Здесь по умолчанию стоит ежедневная проверка вашего смартфона Realme. То есть ваш девайс автоматически сканируется каждый день. Естественно, на это тратятся ресурсы, в том числе и батарея. Здесь в этом пункте самостоятельная проверка лучше выбрать каждые три дня. Этого вполне хватит. Дальше давайте выйдем на рабочий стол и создадим вот такой ярлык для быстрой отчистки. Отчистка находится у нас в настройках. В разделе память. Некоторые версии Realme UI не позволяют создавать ярлык для быстрой отчистки на рабочем столе. А это очень удобно делать отчистку в два клика. Этот ярлык у меня уже создан, я его удалю и создам вместе с вами. Для создания вам понадобится программка Activity Launcher. Скачать ее можно в Play Маркете. Здесь в поиске пишем память. Собственно, вот эта настройка нам и нужна. Нажимаем на три точки. Создать ярлык. Он добавится на главный экран. Лично я его переношу вот сюда поближе, чтобы к нему был быстрый доступ. Теперь кликаем по нему и быстро попадаем в очистку. Нажимаем очистить. Как видите, у меня все файлы уже очищены. Также здесь стоит затронуть момент с кэшем. Открываем кэш. Видим, какое приложение и сколько использует кэша. К примеру, Telegram у меня использовал 3 гигабайта кэша. Я их уже очистил. Не волнуйтесь, никакие файлы из загрузок Telegram у вас не пропадут. А также все чаты останутся с вами. Также, к примеру, посмотрите, игра PUBG использует 1,3 гигабайта. Нажимаю осторожная очистка. Вот так легко можно освободить гигабайты на вашем смартфоне. Еще, друзья, очень важная настройка по оптимизации. Связана она с приложениями, которые используют трафик в вашем фоне. Зайдем в управление приложениями. Список приложений. К примеру, давайте найдем ту же игру PUBG. Клацаем на нее. Сведения о расходе трафика. Просто посмотрите, друзья, здесь есть галочка выключения трафика в фоновом режиме. Realme об этом позаботились. Конечно же, эту настройку нужно отключать. И не только в этом приложении. Представляете, если стоит эта галочка, то многие приложения могут использовать трафик в фоновом режиме. То есть, когда они закрыты. Здесь опять же, друзья, пройдитесь по всем приложениям. И найдите те, которыми вы практически не пользуетесь. И от которых не ждете уведомлений. К примеру, я зайду в Яндекс Браузер. Те же сведения. Опять стоит эта галочка. Конечно же, мне не надо, чтобы Яндекс Браузер использовал трафик в фоновом режиме. Еще одна интересная фишка. Зайдем в игру World of Tanks. Снова расход трафика. Посмотрите, друзья, мало того, что я могу запретить этому приложению использовать трафик в фоновом режиме, так я еще и могу отключить ему мобильные данные. То есть, если мы поставим эту галочку, то это приложение уже никогда не сможет подключиться к интернету через вашего мобильного оператора. Пожалуй, в этом приложении я так и оставлю. Ведь оно очень тяжелое и пожирает много интернета. Буду играть здесь только через Wi-Fi. Ну и не выходя отсюда из списка приложений, если, конечно, вам еще это не надоело, можно проделать следующие действия. Снова находим приложения, которые для нас не важны. Использование батареи. Вот эти два пункта мы не трогаем. Мы с ними уже разбирались в начале ролика. А вот если на приложении стоит автоматический запуск, то его следует снять. Тем самым мы еще больше запрещаем приложению работать, когда нам это не нужно. Думаю, здесь все понятно. Самое главное, не проделывайте все эти действия на тех приложениях, с которыми вы чаще всего работаете. WhatsApp, Viber, Telegram. Также, возможно, какие-то приложения, которые работают с вашими фитнес-часами. Их трогать не нужно. Также пару слов о рекламе в смартфонах Realme. Зайдем в настройки. Конфиденциальность. Если у вас стоит эта галочка поучаствовать в тестировании, лучше ее снять, чтобы смартфон автоматически не отправлял данные компании Realme. То же самое вот здесь, программа совершенствования сервиса. Снимаем вот эти две галочки. Это тоже очень важно, чтобы смартфон не вел отчеты и лишний раз не отправлял их. Чуть не пропустил один пункт. Он находится здесь же, чуть выше. Идентификатор устройства и реклама. Здесь нужно поставить вот эту галочку. Ограничение отслеживания рекламы. Количество рекламы останется тем же, но компания уже не так будет отслеживать ваши интересы. Далее делаем шаг назад. Идем в самый низ. Другие настройки. Еще один пункт реклама. Связан он с гуглом. Здесь ставим вот эту галочку. Отключить персонализацию. А также снимаем вот эту. Вести журнал для отладки. Друзья, если вы хотите максимально сберечь батарею вашего смартфона, нужно отключить анимации. Она находится в дополнительных настройках. Специальные возможности. Ставим галочку удалить анимации. Ничего такого не произойдет. Просто в переключениях меню теперь не будет анимаций. Они просто будут перелистываться вот так. Ну вот, друзья. Если вы грамотно выполнили все эти настройки, то я вам обещаю, что ваш смартфон Realme будет работать гораздо дольше от одного заряда. Если ты первый раз смотришь мое видео, то тебе, наверное, интересно, откуда у меня установлены такие обои. А также, как на моем смартфоне появился официальный магазин тем от Realme. Ведь они еще не работают в странах СНГ. Только в Индии и в Китае. Видео об этом и не только есть у меня на канале. Если интересно, пройди посмотри. А также не забывай ставить лайки. Подписывайся на канал. Включай колокольчик. Отдельная благодарность тем, кто досмотрел до конца. Желаю всем только качественных девайсов. Увидимся на ютубе. Пока-пока.